приветствую вас зрители моего канала доброго времени суток и как видите у нас сегодня переобзор на новую реинкарнацию проекта my life этот проект уже достаточно старенький и несколько раз выходил онлайн под разными вернее в разных модификациях и вот одна из этих модификаций теперь это легла на остров малден ну и вот эту вот последнюю версию этого проекта мы с вами и будем обозревать я предлагаю покататься по этому проекту посмотреть какие-то интересные места красоты но и каким-то образом ознакомиться с механикой этого проекта скажу сразу что показать все здесь будет невозможно я затрону наверное процентов 10-15 того что здесь представлено это очень сложный и уникальный проект ничего подобного на просторах интернета вы не найдете этот проект уникальный действительно уникальный поэтому показать практически все что здесь представлено я вам не смогу по той простой причине что этот проект завязан на взаимодействии игроков очень многое если не все целиком здесь связано с тем кого вы встретите на этом проекте с кем вы будете общаться как вы будете общаться какой игрок попадется на вашем пути как вы будете с ним взаимодействовать в общем этот проект действительно очень сильно наверное даже я бы сказал максимально приближен к тому идеальному рп которая в общем-то ну может вообще быть на базе арма 3 и выразился я так идеальный рп неспроста дело в том что этот мод этот проект так сделан что он заставляет вас придя на проект занять какую-то определенную роль и в ней существовать а для того чтобы продвинуться по какой-то служебной или просто карьерной лестнице вам просто необходимо с кем-то взаимодействовать с кем-то общаться с кем-то работать в вместе поэтому этот эта модификация она вот именно рп направление да здесь можно существовать и одному но это будет очень сложно и достаточно скучно и уж точно в одиночку вы здесь не разбогатеете ну а если удастся разбогатеть тут наступит этот момент очень и очень не скоро так как экономика этого проекта рассчитана на взаимодействие предприятий которые находятся на этом острове но предприятия сами ничего не производят производят конечно же игроки которые пришли на этот проект и устраиваются на эти предприятия покупают эти предприятия руководят этим предприятием договариваться между собой урегулируют цены в общем здесь все зависит на о том сколько игроков какие-то игроки хочется ли вам этим заниматься или не хочется вам этим заниматься но все будет зависеть от того сколько здесь будет игроков и как они будут между собой ладить если какое-то одно звено в цепочке взаимодействия начинает барахлить то это все отзывается на остальных как и в реальной экономике если где-то есть сбой то доллар падает или поднимается ну вот так же и здесь если какое-то звено перестало производить например топлива то об этом узнают все топлива будет не хватать и игроки будут бедствовать естественно цены будут подниматься ну вот такая вот в общем экономика который тоже в двух словах не расскажешь тут надо все зайти и прочувствовать проект интересный проект уникальный ну давайте проедем дальше посмотрим на него уже вблизи а я на данный момент нахожусь на территории топливной компании я познакомился с директором этой компании и вот он мне посоветовал сюда возить материал какой-то я собрал хлопок переделал его в материал и вот привез ему сюда продал продавать можно даже без людей здесь как видите стоит бот и вот он покупает но цены ставит человек то есть тот кто руководит вот этим вот заводом он назначает цены ну и конечно же нельзя обойти вниманием то как здесь устроены сами вот эти производства это не просто стоящий в поле переработчик нет это и офисные здания это и заводы это и какие-то цеха складские помещения все это здесь присутствует ну и вообще в целом надо отдать должное автор он потрудился на славу все предприятия выглядят очень атмосферно красиво каждое предприятие отличается от другого нет никаких повторений все очень и очень красиво еще расскажу ну и вот как в доказательство моих слов смотрите мы сейчас находимся на территории какой-то нефтяной промышленной компании да и это соответственно такой же антураж какой-то газопровод или нефтепровод какие-то промышленные котлы если же мы приедем на предприятие которое производит булки то конечно же ничего подобного там не будет ну мы попробуем посетить и местную пекарню и еще какие-нибудь предприятия производства ну а пока посмотрите как выглядит топливная компания ну согласитесь это антуражно это красиво не скажешь что вот просто подобрали и кстати все что вы видите да построено из объектов которые принадлежат в общем-то малдону алтису нововведений каких-то здесь очень мало автору удалось создать атмосферность не прибегая к сторонним зданиям к сторонним объектам все сделано так сказать из того что было под рукой а ведь это тоже огромный плюс это все оптимизированные объекты они не сжрут фпс и в общем-то играть достаточно комфортно ну и тут же справедливости ради я должен отметить что не все так гладко в датском королевстве бывают на этом сервере абсолютно непредсказуемые фризы такой фриз у меня случился когда я сдавал на экзамен категории б на стриме меня стояла ждал парнишка максимка и мы все вместе всем сервером одинаково залагали даже закричала тс как в общем и предсказать когда это случится невозможно но такое бывает достаточно часто ну а вот что по машине мне понравилось во первых видите в этой машине есть значок принадлежащий именно этому проекту то есть машина сделана до этого проекта а следующее что мне действительно удивило встречается не часто это посмотрите датчик топлива датчик топлива вот он сейчас показан стрелочкой он работает он показывает видите пол бака сейчас я заправлю и будет полный бак ну и так же сама процедура заправки машины тоже здесь конечно же уникально она присутствовала еще и на первой сборке и до сих пор такая есть видите появляется шланг который в общем то и заправляет нашу машину все машина заправлена пойдемте посмотрим на прибор ну и вот как вы видите прибор показывает полный бак так что стрелка работает это я к тому что ну очень не часто встретишь машину с работающей стрелкой топлива ну ладно отправляемся дальше смотреть красоты и уникальности этого проекта а следующим нам на пути повстречался сталелитейный завод на первой сборке когда вышел этот проект я играл в него и у нас как раз был вот такой вот сталелитейный завод мы его купили ну даже не я купил купил наш друг но мы все вместе там троем на этом заводе трудились скажу вам что впечатления у меня остались очень смутные это тяжело это действительно тяжело и я не знаю как сейчас исправили или не исправили это но раньше это была реально трудовая смена у меня есть видео где мы делали стальные слитки шесть часов повторю шесть часов и надо сказать это была последняя смена на этом заводе больше я не заходил я не смог заставить себе еще шесть часов трудиться чтобы сделать еще такое же количество слитков ну я не знаю я не знаю это наверное для любителя я не смог ну а завод выглядит вот так вы сейчас видите да и как я сказал каждый завод выглядит по-разному у каждого завода своя атмосфера помимо атмосферности каждый завод обладает своим уникальным каким-то оборудованием своими уникальными возможностями поэтому к этому здесь вообще не придраться сделано все очень красиво антуражно замечательно автор постарался над каждой такой вот точкой молодец вот в этом надо сказать молодец но это вот те самые точки взаимодействия между игроками вот эти вот предприятия которые работают между собой и на них работают игроки а мне спрашивали а можно ли здесь как-то существовать в соло есть ли занятия какие-то которые не требуют взаимодействия не знаю зачем если вы играете на рп проекте то зачем вам это ну хорошо если такие игроки и вот пожалуйста да есть вот такие вот точки это точка добычи плодов ну это плантация бананов и да вы можете собирать бананы и продавать их на рынке то есть не зависит ни от кого но тут мне даже хотелось бы не об этом поговорить о том посмотрите как это выполнено сейчас в углу экрана я вам покажу как это было на других проектах и как это выглядит здесь ну вот не сказать спасибо автору вот за такую вот анимацию за такие вот виды я не могу но действительно человек постарался это действительно стоит огромного плюса ведь казалось бы вот из таких вот мелочей и строится в целом картинка этого проекта ну это вот то что касается анимации и того где мы сейчас находимся а вот за что я не могу похвалить автора так это за систему прокачки вот посмотрите на нее за каждый разовый подход вы получаете одно очко прокачки а всего надо прокачать две тысячи очков ну это просто неподъемная сумма я забегая вперед скажу что играя на этом проекте в первый раз когда он еще открылся на altis не прокачал ни одного пункта вообще это просто какие-то запредельные суммы над этим надо поработать потому что это это ну это не балансно это какая-то хрень серьезно здесь достаточно простая математика чтобы прокачать две тысячи очков вам потребуется три с половиной часа ну чуть больше трех с половиной часов это без учета того что вы будете ходить от пальмы до машины тратить время на перегрузку то что плоды кончаются то что у вас забивается рюкзак все это убираем просто чистого времени нужно три с половиной часа чтобы прокачать один пункт который вам может быть кстати и не понадобится поэтому ну это мне кажется слишком запредельные суммы но это только мое мнение я не отрицаю того факта что кому-то может быть нравится делать одно и то же часами ну каждому свое ну я выражаю только свое мнение ну и вот мы уже с этими бананами подъехали на рынок вот такая вот бабулечка здесь стоит ей то мы и продаем эти вот собранные нами плоды это что касается игры в одного а вот касаемо оформления да оно прикольное оно не режет глаз но есть и косячки на мой взгляд в этом оформлении во-первых хорошо то что можно как видите выбрать свой рюкзак сразу же перегрузить потом выбрать машину и сразу же все перегрузить но зачем вписывание почему нету кнопки выгрузить все ну вот на мой взгляд недочет вот но ведь согласитесь какова вероятность того что вы приедете к этой бабуленьке привезете целую машину бананов а два банана блин оставите себе вот пускай они у меня будут да ну ведь понятно же да что я приеду я и продам ей все и так со остальными со всеми грузами я привожу грузы я не оставляю их себе ну хорошо допустим по какой-то причине мне нужны будут эти грузы там два три штуки но это же реже чем мы продаем целыми машинами поэтому ну такая кнопка просто необходима на самом деле задалбливает ну целыми целый день вписывать вручную а проект ведь и так не из легких ну и на этой волне надо отметить что на этом проекте вообще нет автоматизации здесь нет такого что вы зашли на триггер нажали там кнопку windows и все пошла работа нет здесь все надо через кликанье через взаимодействие отдыхать вам здесь не получится я бы даже сказал что игрок работает больше чем его персонаж ну и ладно раз уж мы находимся в таком живописном месте давайте посмотрим на цены на недвижимость на этом проекте раньше здесь продавались только вот такие двухэтажные дома давайте посмотрим продаются ли они сейчас ну и да мы видим что дома продаются и цена у него 150 тысяч ну не знаю напомню что сейчас за бананы мы получили 247 долларов мне кажется это наглядно показывает есть ли смысл здесь заниматься на этом проекте имеется ввиду сольной карьерой ну давайте посмотрим какие еще дома на этом проекте продаются и по каким ценам ну а вот рядышком как видите маленький домик давайте на него зайдем и посмотрим информацию о доме ну и вот пожалуйста стоит как видим такой домик 45 тысяч ну а о количестве контейнеров или какой-то мебели информации нету у меня вообще нет информации есть тут какая-то в недвижимости мебель или нет контейнеры ну или тому подобное я не знаю ну наверное есть к сожалению никакой информации у меня об этом нету но я думаю что если продаются дома то какой-то функционал у них должен быть иначе тогда в них нет никакого смысла вообще ну и давайте посмотрим сколько стоит вот такой двухэтажный домик а стоит он ого 300 тысяч не знаю почему тот двухэтажный домик который смотрели первым стоил гораздо дешевле чем этот отличается от того ну особо я не понимаю но скорее всего что вот количеством контейнеров или какой-то мебели это и обусловлено поэтому этот стоит дороже ну больше я понять не могу почему этот дом вдвое дороже того двухэтажного по красоте ну тут каждому своем но надо сказать что в этом плане этот проект подрос потому что изначально здесь можно было покупать исключительно вот такие двухэтажные дома и все никакого больше выбора не было теперь как видите практически все дома продаются ну а далее у нас на пути лежит магазин и нам в него обязательно надо зайти а зайти надо потому что купить еды и заодно про эту еду поговорить а поговорить здесь есть о чем и давайте начнем с того что еда здесь просто так не появляется всю эту еду изготавливают игроки изготавливают развозят все это зависит от игроков и количество которое вы сейчас видите оно не бесконечное как я говорил в начале этого ролика все зависит от игроков если игроки то есть это звено перестанет производить продукты то это почувствует весь проект весь остров почувствует то что нет еды и придется есть то что появляется в бургерных а там еда очень плохая и понижает ваш коэффициент ну а само количество и цены вы сейчас видите и количество и цены регулируются самими игроками как я сказал экономика зависит от игроков а вот индекс здорового питания который здесь присутствует зависит только от вас если будете питаться вот в таких вот точках индекс будет только расти но стоит вам поесть бананов винограда или купить какой-то бургер или кока-колу индекс тут же понижается ну и вот эта вот система я бы сказал на любителя она добавляет хардкорности и без того в сложный проект поэтому я не знаю мне она не зашла постоянно думать о жрачке мне не особо улыбается ну ладно двигаемся дальше ну а дальнейшая точка посещения опять для любителей сольной карьеры посмотрите как здесь выполнена точка сбора винограда ну глаз просто радуется смотрите как автор подошел к этому виноград реально стоит на колышках он подвязан он стоит редками ну вот выглядит как будто мы действительно приехали на виноградник еще бы добавить вот фиолетовых точек в виде ягодок и цены бы не было этой точки но она и без этого выглядит отлично посмотрите но автор не успокоился на этом давайте посмотрим как происходит вообще процесс сбора винограда помимо того что это совсем другая отличающаяся от сбора бананов анимация так еще и опадают кусты ну это замечательно это замечательно вот такое вот внимание автора к мелочам удивляет и восхищает ну посмотрите это же действительно замечательно где вы еще такое увидите я например вижу это первый раз сделано красиво хочется этим заниматься ну вот к сожалению стоимость этих плодов гораздо ниже чем стоимость бананов поэтому заниматься этим нужно с целью сбора этих плодов и переделывания из них либо вино либо виноградный сок который здесь тоже видимо присутствует но насколько я знаю такой вид деятельности здесь лицензируется поэтому это уже можно сказать не то чтобы соло карьера это уже частный бизнес поэтому вот такая вот здесь сольная карьера вас ждет если будете заниматься в одиночку чем-то но меня спрашивали можно ли заниматься в одиночку здесь чем-то я отвечаю да да можно но и в качестве доказательства моих слов и как разнообразие для сольной карьеры здесь присутствуют вот такие вот офисы в этих офисах можно брать разовую работу работа техника мастера как хотите ее называйте здесь мы берем заказ и выезжаем на него заказы разные починить станок отремонтировать банкомат ну и тому подобное ходим в офис и взаимодействуем вот с таким вот аппаратиками в этом аппаратике мы берем заказы заказы бывают легкие средние или сложные и после того как мы берем заказ обращаемся к торгашу торгаш стоит здесь же у него надо купить инструменты и вот тут есть небольшой косячок инструменты надо покупать какое-то количество какое количество я не знаю я брал по 20 штук они стоят денег то есть это тоже за ваш счет какое количество надо я не знаю где взять информацию об этом я тоже не знаю ну здесь в инвентаре есть книжка может быть в этой книжке и написано как здесь вообще работать в этой работе я брал по наитию примерно на легкую работу я покупал 10 инструментов на среднюю я брал 20 инструментов ну а сложные мне не выпадало хотя вот что мешает написать напротив задания то нужное количество инструментов я не знаю но это бы здорово облегчило мне присутствие на этом проекте ну в общем то выдвигаемся на задание вот тут надо сказать что с точкой вызова мне повезло вызов поступил с бандитской группировки здесь есть бандитские группировки но у них какая-то своя задача о которой мы может быть поговорим чуть позже вот так вот выглядит их база ну это даже не база это особняк здесь нет военизированных группировок здесь нет военизированных баз с пушками автоматами вышками танками ничего подобного здесь нет мафиозные группировки или бандитские группировки здесь занимаются немножко другим делом ну и вот на территории этого особняка сломался какой-то станок который нами надо в общем-то починить ну а пока мы занимаемся своей починкой заодно и посмотрим как же здесь выглядит бандитские особнячки вот эти и что у них есть внутри и тут же надо отметить что это чуть ли не единственное стороннее здание добавленное на этот проект как вы уже могли заметить все здесь сделано из объектов принадлежащий самой армия просто перекомпоновали по-разному сделали какой-то красивый антураж но вот это здание добавленное но и вот так вот она выглядит внутри мебель интерактивная я посидел на месте босса как видите у него лежат какие-то кубинские сигары также посидел на месте подчиненного в общем-то антуражик есть внутри мне нравится как сделано и радует то что есть интерактивная мебель ну ладно пойдемте заниматься своим делом ну и напомню что мы приехали сюда по вызову не сломался вот этот вот станочек и вот она мы стоит починить как видите сразу загорается табличка чинить чем мы занимаемся как я уже говорил никакого автоматизма на этом проекте нету каждый раз вам надо нажимать кнопку соответствующую ну да в этот случай пробел все время нажимаем пробел сколько раз нам нажимать я уже не помню по моему что-то порядка 10-15 раз выполняя подобную работу тоже идет автоматическая прокачка но здесь уже идет по 3 очка но все равно сумма тоже не маленькая которую надо нафармить поэтому вот такая вот работа как я сказал здесь приходится работать постоянно отвлечься невозможно то есть вот снимая этот ролик я ни разу даже не вышел покурить потому что ты все время чем-то занят и все время надо взаимодействовать с какими-то объектами предметами автоматизма повторюсь на этом проекте нету а вот на самом деле не мешало бы это здорово и облегчило существование игроков на этом проекте но ремонт потихоньку движется к своему финалу и вот все мы получили деньги и задание считается выполненным как видите дым прекратился все можно покидать эту точку ну и так как это сольная карьера хотелось бы сказать немножко о минусах этой сольной работы а минусы следующие вот мы закончили работу и теперь нам придется вернуться обратно тот же офис да конечно мало карта не как алтис не такая большая ехать может быть не так далеко там порядка 3-4 километров но тем не менее в наш современный мир почему нельзя сделать чтобы брать заказы онлайн и второе инструменты которые я взял да а я их взял 20 штук а потратил меньше они исчезли то есть я потратил деньги в холостую а могли бы оставаться у меня почему они исчезают я тоже не особо понимаю ну и таким образом выходит что впрок вы инструментами не запасетесь каждый раз надо покупать определенное количество ну а далее предлагаю быстренько пробежаться по каким-то значимым объектам этого проекта вот такая вот точка видимо общественная потому что не обозначена на карте это для создания соков и видимо может быть даже и вин рядом видим есть какой-то сад но тоже не обозначенный на карте но на первой версии этой сборки мы тут делали соки покупаешь сахар воду канистры и собираешь урожай приводишь сюда и делаешь соки я надеюсь что так она здесь и осталось рядом же находится сразу же и организация которая видимо занимается этим же но если мне не изменяет память то компания магнат занимается и соками и выпечкой также здесь недалеко находится байкерский клуб которого кстати мы так и не дождались на первой сборке этого проекта все обещали нам обещали байкерский клуб и мотоциклы но так я их например и не дождался ну здесь они есть есть байкеры есть мотоциклы но мотоциклы здесь не продаются просто так нет магазина мотоциклов здесь мотоциклы надо покупать заказывать на предприятии естественно предприятие работают люди и они принимают заказы и выполняют их точно также и грузовой транспорт его нельзя купить ну а вернее купить то его можно только его для начала надо будет заказать у автопроизводителя есть организация которая занимается строительством автомобилей грузовых автомобилей вот у них то идете заказывайте какую машину вам надо какую вы хотите но вы там договаривайтесь ну а завод в свое время договаривается с поставщиком металлов с поставщиком тканей ну и так далее как я говорил здесь все взаимосвязано обалденная экономика на самом-то деле единственное но к сожалению весомый минус такой экономики это онлайн зависимость нет онлайна нету экономики нет экономики и делать вам здесь будет абсолютно нечего ну а я дальше поехал сдавать на категорию c так как категорию b я получил еще во время стрима когда заходил на этот проект категорию c я получал как-то на этом проекте когда он только открылся на altis меня вывесила эта система которая там была во первых надо было сдавать ватире в которые все бегали бросали свой транспорт было все не продумано меня этого выбешивала до невозможности сдавать права надо было каждый месяц пересдавать то есть в этом мучение проходить здесь забегая вперед скажу что с этим поборолись это вылечили теперь пересдавать каждый месяц не надо в этом плане по проект подрос и на своих ошибках так сказать выучился ну а в данный момент я заострил свое внимание на на мой взгляд причине падения фпс а вот в этом вот районе такая же беда была и на первой сборке такой полицейский участок стоял по моему возле пиргаса и когда к нему подъезжаешь значение фпс падает ну наверное процентов на 30 то же самое я заметил сейчас и когда увидел этот же объект но естественно мое внимание он привлек он слишком детализированный ну мне там уже писали что я ничего не понимаю но вот я своим непониманием просто делюсь что мне кажется что этот объект слишком детализированный и огромный и он очень здорово съедает фпс но еще причина моей тревоги кроется в том что я как видите приехал в автошколу и сдавать мне на категорию c придется как раз вокруг этого здания которое и поджирает фпс сейчас я вам покажу что происходит когда там проезжаешь да и может быть это в моих настройках какая-то беда я всегда виню сначала себя скорее всего да может быть у меня процессор не справляется или что-то в настройках стоит неправильно но ездить вокруг этого здания очень печально ну а сама сдача на права происходит вы сейчас видите как мы оплачиваем 400 долларов за экзамен и уж простите меня за эту неточность но здесь валюта евро но я уже настолько задолбался бегать по этим валютам что я теперь везде называю доллар ну и вот после оплаты мы тут же появляемся в учебной машине и опять надо отдать должное этому проекту они исправились они вы выучились на своих ошибках они поняли их ну по крайней мере автор вот этого вот мода теперь машина обозначена на первом проекте это было ничем не отличающаяся машина и ей все время преграждали путь никто не мог понять что это за машина это просто привезли фрукты или это кто-то сдает на права здесь уже не ошибешься это учебная машина она ярко раскрашена спасибо автору что ну так сделал это действительно помогает и человек который будет преграждать путь будет понимать что он творит но сама учебная езда то есть экзаменационная езда конечно же в корне поменялось теперь это во первых не в одном городе происходит а в окрестности по моему тут два или три города ну город это так сильно сказано деревушки как видите и еще добавлены вот такие вот маневры то есть вы заезжаете в тупик вас прогоняет между каких-то объектов но достаточно сложно я вам скажу честно я сдал с третьей попытки достаточно сложно этим заниматься для видео я специально сделал нарезку вот таких вот сложных моментов и как видите за каждое вот такое вот такой вот косячок вам сразу начисляются штрафные баллы косяков таких можно наделать очень много третий раз я проехал и сдал потому что я уже два раза позбивал уже здесь очень много чего но первый раз ехать очень сложно и вот этот косяк видите что сейчас было был какой-то засвет и падение фпс ну и потому что мы проезжаем вот этот вот полицейский департамент как только от него отворачиваешься фпс возвращается в свое нормальное состояние но так как я сдал не с первой попытки мне пришлось здесь проехать несколько раз и как видите все то же самое повторяется ну и не могу сказать что это уже в корне влияет на сдачу на права нет но все равно согласитесь когда вы сдаете на права едете по городу там маневрируют между домами стараясь ничто не зацепить гораздо лучше если у вас 40 fps нежели 27 поэтому вот ну не знаю я еще я веду вот это здание вот видите опять такой же засвет но я в конце концов сдал ну и надо сказать что сдал я не за того что я запомнил маршрут или запомнил все точки повороты а из-за того что я первый раз просто позбивал все что нужно было сбить и вот вам такой небольшой лайфхак если вы будете играть здесь и играть с другом то посылайте вперед друга пускаю по сбивает все столбы все дурацкие заборы и тогда вы вообще без проблем сдадите но я как видите приехал на конечную точку и все права можно сказать у меня в кармане вот вы видите сколько ошибок я допустил последний раз есть еще одно один нюансик после того как вы сдали на права обязательно вернитесь обратно к этому аппарату и заберите свои права это ошибка новичка они автоматически у вас не появится надо обязательно подойти и вот как видите здесь есть графа получить свои права их надо обязательно нажать и лучше всего отойдите и убедитесь что они у вас появились это можно сделать через планшет открываете планшет здесь мои документы лицензии и вот видите категория а ой б вернее и категория c все обязательно удостоверьтесь иначе у меня уже было так то был такой случай я сдал еще на первой этой сборке я сдал и уехал права мои после бури к сожалению прогорели ну и наверное если подводить какой-то итог того что мы с вами здесь увидели этого обзора то я не откажусь от своих слов сказанных в самом начале это действительно уникальный проект и это действительно проект который направлен на рп хотите вы того или нет но ничего лучше этого вы не найдете на просторах интернета и тут же надо сказать что эти мои слова с оговоркой но если вы любите общаться и тяжелый фарм если вы готовы к долгим и длительным диалогом если вы готовы тратить огромное количество времени на сборы ресурсов на переработку этих ресурсов на подъем того самого производства которое вы устроитесь на долгий карьерный рост то тогда сказанные мною слова выше это для вас вы действительно не найдете ничего лучше этого и также как подведение некого итога надо сказать что никакой автоматизации работы персонажей здесь нету все взаимодействия все движения вы будете ощущать на себе будь то проклик мышки будь то просто вписание нужного материала на переработки на продажу все делается вручную все делается с помощью взаимодействия клавиш и мышки вы не отойдете ни на минуту вы должны быть всегда задействованы как ваш персонаж так и вы как игрок к этому надо быть готовым надо быть готовым к тому что здесь длительные и очень длительные диалоги устройство на работу не происходит таким образом что вы подошли к боту и устроились нет нет такого взять заказ тут такого нет вы подходите общаетесь получаете распоряжение договариваетесь повышение зарплаты тоже зависит от вашего умения общаться вам могут сделать маленькую зарплату если вы будете молчать вас могут не повысить у вас есть огромное количество возможностей но это все через общение также вы должны быть готовы к тяжелые действительно тяжелой экономики разбогатеть здесь за два дня не получится даже если вы купите завод владельцы завода тоже не богатеют моментально все это взаимосвязь между игроками между предприятиями к этому тоже всему надо быть готовым как и к тому что активное игровое время здесь тоже можно сказать лимитированное что я имею ввиду если вы играете в неурочное время например в два часа ночи по москве вы зашли остров пустой вам здесь делать будет абсолютно нечего вам надо заходить именно в то время когда здесь самый наивысший онлайн тогда будет какой-то здесь движ без онлайна эта экономика этот остров замирает но что касаемо рп то да этот мод этот проект он заставит вас играть ту роль которую вы взяли на себя будь то бизнесмен менеджер грузчик и просто частный предприниматель вы будете отыгрывать эту роль так или иначе вам придется взаимодействовать с остальными игроками с какими-то посредниками перепродажа дома если вы хотите приобрести машину вам все равно придется общаться с людьми если вы не любите рп проекты но из-за того что надо с кем-то разговаривать если такие люди то это не ваш проект это не ваш здесь действительно рп роли play здесь надо играть и играть надо действительно на по полной как свою роль так и роль у вашего персонажа в общей экономике поэтому я еще раз скажу что это уникальный проект это единичный проект ничего подобного больше нету что же касается красоты и атмосферности этого проекта то он конечно же даст фору многим да здесь но здесь есть такие штуки которые мы просто удивляют как вы сделаны определенные точки сбора ресурсов как выглядят эти ресурсы сборы бананов винограда сами виноградники автор потрудился над каждой точкой здесь нет такого чтобы вы приехали в чистое поле где стоит какой-то переработчик и вы просто ковыряете в носу перерабатывать и нет здесь автор подошел каждый каждой точки с душой сделано все красиво атмосферно вопросов вообще никаких нету лично у меня есть только один вопрос к этому проекту это его автономность то есть он слишком и очень слишком завязан на онлайне нет никакой автономности если люди заходят в неурочное время как я это уже только что сказал то остров абсолютно мертвый вот я этот ролик снимал в ночное время мне здесь было делать нечего не на острове встретил всего одного человека не не с кем поговорить не с кем взаимодействовать некуда устроиться не ничего здесь не сделать я показывал только работу сольного карьериста с подобными трудностями я еще встречался на алтисе когда этот проект открылся у меня были ситуации когда машина сломалась а механиков нету и все мне пришлось выйти из проекта также у меня было дтп врачей нету мне опять пришлось закончить игру и так этот проект вот этим вот немножко убивает ну и еще для меня это слишком сложно слишком много работы который предстоит делать мне у меня реально за два часа устали руки вы все время вписываете в среднем что-то кликаете вы все время куда-то наводите нету никакой автоматизации вот я бы например все-таки ввел ряд работ которые не требуют от игрока никаких взаимодействий пусть трудится персонаж в конце концов эта игра и заставить себя после учебы или рабочей смены еще три-четыре а то и шесть часов кликать мышкой но это действительно тяжело поэтому это такая информация для размышления для авторов хотя я уверен что никто меня и не послушает ну если кому-то этот проект понравился милости просим проект действительно интересный он уникальный заходите получаете удовольствие играйте пишите комментарии но у меня на этом все спасибо всем кто посмотрел всего вам доброго